Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я Геннадий Котцов, приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы обсудим основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей программы, которых я сразу же хочу представить. С нами по телефону Давид Гай, писатель, журналист. Давид, приветствую вас! Добрый день! И по скайпу политолог, издатель Илья Левков. Илья, приветствую вас! Привет! Ну что, давайте сразу начнем, наверное, с актуальной, я бы даже так сказал, животрепещущей темы. Волнений в Соединенных Штатах Америки. Все эти волнения связаны со смертью Джорджа Флойда. Это все произошло 25 мая. Следствие по этому идет, по всей этой теме. И волнения продолжаются. Продолжаются волнения. Я бы хотел, чтобы мы сейчас в общем начале поговорили, поскольку волнения охватывают более 70 городов Соединенных Штатов Америки. Объявленный комендантский час в ряде городов уже отменен. И я должен сказать, что и во время комендантского часа, я это наблюдал здесь у нас в Нью-Йорке, ну а тем более после отмены комендантского часа продолжаются волнения. В общем, как вы это все оцениваете, а затем я бы хотел уже перейти к конкретике, к этому совершенно, конечно, удивительному, то, что происходит в Сиэтле. Но это немного позже. Итак, Илья, давайте с вас начнем. Ваша характеристика, ваш комментарий по поводу всех этих волнений. Они уже несколько недель подряд происходят в Соединенных Штатах. Да, это волнения и с требованиями. Волнения, они как-то аморфные. Требования, что требуют, вот здесь интересные, понимаете. Когда группа требует, надо вообще закрыть полицию, закрыть суды и открыть тюрьмы. То нам напоминает что-то французское, неправильно ли? Поэтому вот о чем больше. Волнения, как таковы, как я сказал, они уходят от самых ярких целей. И вот здесь что интересно. Во-первых, краткое. Откуда появились эти сыны революции? Кажется, революция прежняя съела своих. И это правда. Если мы посмотрим, например, что произошло с Мартином Лютеркиным. Я был здесь, конечно, в 68-е годы. И когда очень-очень все волновалось, и были очень радикальные, были и Черные Пантеры, и Малклом Экс, и все. Главное, что было, вот главный пароль был «Burn, burn, baby». А именно «Поджигай, поджигай, малютка». Вот это был главный, тогда еще не было таких ясных у них, они были новички. Единственное, что было до этого, это был протест черных американских олимпийцев в Мехико, как вы помните. Это было первое, единственное, где вот именно за границей США, получая призы, они подняли руку с кулаком. И это был первый такой международный протест. А сегодня мы видим, что здесь есть полно, так сказать, намного больше ингредиентов, чем в салате оливье. А именно, вот это даже Black Lives Matter, это конгломерат 60 групп. 60 групп. Большинство не знает, кто там и что они хотят. Конечно, каждый тянет в свою сторону. Но, как ни странно, все согласились с одним параграфом, было полное согласие у всех. А именно, что они все против Израиля, против расизма и против его апартхайта. Как ни странно, далекий, тихий, маленький Израиль объединил 60 групп повстанцев, которые появились неоткуда в Соединенных Штатах. Сейчас, что будет здесь идет? Территориальность. Значит, захватили, как мы знаем, в Сиатле центр и захватили также участок. Это прямо как в Петрограде в те годы. Но более что интересно, потому что если они хотят расширить свои владения, мэр к этому не сопротивляет. Илья, я говорил о том, что эту тему мы немножко позже коснемся. Давид, ну что, пожалуйста, ваш комментарий по поводу того, что происходит. Илья, кстати, говорит о том, что вот полиция, отменить полицию и так далее. Это не ново. Кстати, я должен сказать, что в 1917 году в апрельских тезисах именно Ленин ставил требования к восставшим отменить полицию. Что касается вообще волнений, то в Соединенных Штатах это никак, то, о чем как раз и говорил Илья, рассказывая об истории, говоря об этом, это никак не что-то необычное. У меня есть книга по истории именно Нью-Йорка, Нью-Йорк «История с географией. Мифы и легенды». И там говорится о том, что в 1712 году здесь, в Нью-Йорке, был очень такой серьезный бунт, бунт афроамериканцев. Один из белых фермеров, он застрелил своего чернокожего работника, после чего пришли друзья этого работника, убили всю семью фермера. А потом все это восстание распространилось и на весь город. Тогда этот город, конечно, был в 1712 году, начало 18 века. Совсем небольшой, но сгорело примерно три четверти города. Вот к чему привел этот Black Riot, как его называют в истории Нью-Йорка. Так что это, в общем, определенная традиция. Другое дело, насколько эта традиция сегодня, она и начинается, и заканчивается расовой проблемой. Мне кажется, здесь, как Илья подчеркнул, все это гораздо шире, чем являются вот эти все требования по поводу расового неравенства восставших. Окей, я могу говорить, да? Значит, я испытываю стыд и тревогу. Тревогу и стыд. Расшифрую, что я имею в виду. Стоящие на коленях полицейские, плачущие в золоченом гроба Флойда, мэр Миннеаполиса. Белая пара, молодые, симпатичные по виду ребята, целующие ботинок афроамериканца. И, наконец, сообщение в сети о том, это точно совершенно, что полицейские и ряд белых людей мыли ноги представителям афроамериканских религиозных активистов в Северной Каролине. Я понимаю, что встать на колени – это знак и символ примирения. Это первым употребил известный игрок в американский футбол, Коперник, афроамериканец, когда он встал на одно колено при исполнении американского гимна в связи с тем, что, по его мнению, афроамериканцы подвергаются гонениям, дискриминациям и так далее. Этот жест понятен, но так, как это выглядело совершенно, я бы сказал, странно, кика для меня. И, в общем-то, это было, конечно, для меня абсолютно неприемлемым, и не только для меня, потому что каяться и бить себя в грудь и посыпать голову пеплом за то, в чем ты невиновен, наверное, очень трудно. И последнее, значит, фото в Фейсбуке было удивительное. Молодой афроамериканец требует от примерно такого же возраста девчонки белой, чтобы она встала на колени. Но она его так деликатно посылает, с какой стати я должна это делать. Он бьет ее по ногам, она падает, и кадр прерывается, мы не знаем, что будет дальше. Это первое. Это стыд. Стыдно мне за студентов UCLA. Лос-Анджеллского университета, которые написали петицию, подписали ее чуть не 10 тысяч человек. Вообще, по-моему, там такого количества студентов-то нет. Ну, видимо, и все желающие. И в итоге руководство университета уволено профессора Кляйна, суть по фамилии еврея, который отказался выполнять требования, значит, тех самых, прежде всего, афроамериканских студентов, чтобы он им просто проставил оценки, не экзаменовал их, поскольку ситуация в стране совсем другая, и никому эти оценки не нужны и прочее, прочее. Он отказался, его убрали. И приставили к нему полицейскую охрану, потому что ему пообещали, попросту говоря, оторвать голову. Вот мне стыдно за все это. И у меня огромная тревога. Огромная тревога в связи с тем, что я увидел в рядах бунтующих и грабящих и мародерствующих афроамериканцев, прежде всего, довольно много белых. А во время демонстрации белых у меня было ощущение, белых американцев, было ощущение, что их вообще больше. Кто эти люди? Я, в общем, имею ответ. Я думаю, что и вы тоже, друзья, имеете этот ответ. Значит, это прежде всего молодежь, прошедшая промывку мозгов в колледжах и университетах. Благодаря тому, что профессура у нас, мы знаем, вся, в общем, в основном, подавляющая большинство левая. И эти люди, они, в отличие, скажем, от тех, кто митинговали, а право на митинги, я подчеркну, неотъемлемое право американцев, никто их не запрещал выступать с протестами по тем или иным поводам, это совершенно законно. Но разбивать витрины, грабить, наносить травмы полицейским и так далее, это все незаконно. За это надо наказывать. Вот такая картина. И вот эти самые белые ребята, они из-за, кроме всего прочего, что это студенчество, которое сегодня отдыхает, в хорошую погоду, и так далее, оно напичкано этими левыми идеями, левыми идеями совершенно социалистического толка. Мы еще об этом нарядно поговорим. Они перемежаются представителями Антифы и разных организаций, названия которых десятки, но мы их не знаем, по сути дела. Их немного, вроде бы, по количеству, но они есть, и они в этот момент, они чрезвычайно активны. И в этой связи, в этой связи, меня более всего дручают те лозунги, те требования, которые белая молодежь, участвующая в митингах, выдвигает. Это не некая, так сказать, попытка, значит, приукрасить или каким-то образом изменить то, что происходит, вернее, перекрасить, конечно, это оговорка. А это требование, ну, простое совершенно, требование смены системы. Эта система нас не устраивает. Надо менять систему, они говорят. И все это мы видим, так сказать, И, к слову сказать, идеологическая и политическая подпитка всего этого дела исходит от ряда левых радикалов, которые имеют голос и имеют место в конкрете США, прежде всего в палате представителей. Когда я вижу воспаленные, сияющие, там, гоящие большевистским пламенем, так сказать, нетерпение и ненависть, и глаза Атасия Кортаса, замечательные наши левые, так сказать, радикалки, так сказать, в палате представителей, мне становится, ну, не то чтобы страшно, нет, мне не страшно. Меня охватывает, в общем-то, огромная тревога. И мы это знаем, к чему это приходит, приводит. И я бы сказал, что... Я согласен, мы это знаем, я полностью поддерживаю ваши слова. Я одну фразу только закончу. Левый радикализм ведь чрезвычайно опасен. И когда к нему присоединяется, еще прибавляется правый радикализм, это беда. В нашем журнале «Времена» была написана статья совершенно замечательного публициста, музыковеда, известного человека Владимира Фромкина. Он анализирует, значит, книгу польского профессора Легутко. Кратко ее суть можно обознать следующей фразой. Кто связывает коммунизм и либеральную демократию? Пусть это не прозвучит дико для нас, телезрителей. Оказывается, очень и очень многое. И эти социалистические лодунки, они находят абсолютно питательную среду сейчас. Я согласен, что мы помним прекрасно, кстати, и интернационалы, и коммунистический интернационал, и так далее. Все это то, что сегодня называют прогрессивный социализм, который представляют на правом фланге, или на крайне левом, вернее, Берни Сандерс. Это продолжение всех этих идей, и ничего там прогрессивного нет. Я полностью с вами согласен в том, что в данном случае речь идет, и здесь не стоит сужать эту тему, поскольку, когда мы видим эти волнения, они выступают против чего? Против системного расизма. Я абсолютно уверен, что в нашей стране системного расизма нет. Последние годы абсолютно этого нет. Естественно, есть бытовой расизм, так же, как и антисемитизм. И расизм этот может быть как черного, так и белого толка. Когда афроамериканцы по отношению к белым расистами выступают, это сплошь и рядом можно посмотреть. Но, опять-таки, бытовой расизм, бытовой антисемитизм – это не системный расизм или антисемитизм. У нас нет системного государственного антисемитизма, точно так же, как нет системного государственного расизма. У нас президент был 8 лет, афроамериканец. Я могу привести здесь массу примеров, и как поступают в колледжи, и как, собственно, берут на работу. Белый и черный черного сегодня возьмут на работу. В колледж, а уж я не говорю о городской системе, обязательно поступит черный. Причем там даже существует определенный вариант сдачи экзаменов, определенный вариант отбора. Вы совершенно правы, речь идет о том, чтобы изменить эту систему. Демократическая партия борется сегодня против Трампа. На самом деле против республиканцев. Ее не устраивает, что она проиграла выборы в 2016 году. Она хочет руководить. Главная цель. Им не нравится Конституция. Им не нравится капитализм в Америке. И можно, если все сложить, то совершенно понятно, к чему они готовят, Соединенные Штаты. Это и отсутствие границ. Постоянно об этом они говорят. Это и города-убежища. Это и исключение второй поправки. Нужно помнить об этом. Если американцы разоружатся, а еще замечательно, когда они чувствуют свою вину, которую нам навязывают, когда они стоят на коленях, то это вообще замечательно. Такой нацией можно управлять. Мы говорим и о упразднении полиции. Мы говорим о дискредитации отцов-основателей, поскольку когда идут сбросы памятников, уже речь идет о том, что не устраивает и Джордж Вашингтон, первый президент Соединенных Штатов, который был рабовладельцем, да и третий президент не устраивает, Джефферсон, да и шестнадцатый Авраам Линкольн, который, казалось бы, отменил рабство в Соединенных Штатах. Это, естественно, и изменение Конституции, о чем ратуют левые, о чем ратуют демократы, и здесь можно перечислять пункты, которые они хотят изменить в Конституции. Это и голосование по почте и так далее. На самом деле то, о чем мы сейчас говорим, это изменение строя в Соединенных Штатах Америки. Они сегодня хотят захватить и телеграфы, и мосты, и так далее. Средства массовой информации уже в немалой степени ими захвачены. Илья, вам слово. Давайте теперь продолжим. Ну что, к Сиэтлу вы подошли. Я знаю, что сказать. Я хочу сказать о самом важном, и о самом центральном, о котором нет слова. Я надеюсь, вы мне дадите то же время, что я и доведу. Смотрите, самое важное – это не то, что они требуют, это как мы на это отвечаем. И здесь произошел невероятный перелом, невероятная психологическая революция, которая предошла в большинстве американцев. Я хочу пройти из 5-6 точек о людях, которые стали на коленях. Последняя из них – это биллионерша Джей Кей Роулинг, авторша известных книг. Она стала на колено. Почему? Потому что она заставили ее говорить о жанрах, о гендрах, различные гендры, потому что у нее не ясно, там мальчик, девочка и такое, и такое. Она, биллионерша, независимый, в другой стране поставили ее на колени. Вы понимаете, что такое? Более того, слушайте, вот будет интересно, я вот только ожидаю, вот подождем, подобный тип, характер играет вторую роль в киносериале «Миллиард», «Биллионс», «Миллиарды». И там то женщина, то мальчик. Интересно, как дотронуться до него и как ответить на это, вот этот сериал «СХО». «СХО». Но первое, смотрите, всего началось, недовесимый, жена какого-то сербского футболиста в Лос-Анджелесе черкнула что-то, и он, немедленно его сняли. Жена! Значит, дети, дети могли бы, если бы у него взрослые дети были, они молодые, что-нибудь сказать на Фейсбуке, к ним бы пришли опять. «А ну-ка, на оба коленя и бей челом». Вот что. Второй это человек. Один человек поставил фотографию, где он со своим ружьем у своего дома. И он сказал, он будет защищать. Немедленно уволили. Владелица фирмы. Владелица фирмы. Один человек, основатель ВИН. Это фирма, которая издает, издает, извините. Она занимается фитнесом. Которая делает платье, рубашки и т.п. Основательница и чипов. Экзекутив. Это вот невероятно. Невероятно. Я тоже скажу, Илья, что то, о чем вы говорите, это, в общем-то, то, что мы помним еще по временам Советского Союза. Когда человек, который не согласен, который, например, не пришел на митинг, посвященный обвинениям американской военщине или, допустим, сионистскому агрессору, или не вышел на субботник. Этого человека могли, собственно, и уволить, и по партийной линии, если он состоял в коммунистической партии. Все это мы уже проходили. Действительно, сегодня мы говорим о том, что идеология, пропаганда, особенно мы отмечаем при этом, знакомая нам, вот такая социалистическая, левая, эта пропаганда берет вверх, и все винятся. Непонятно, кстати, здесь две вещи. Когда выступают вот эти вот протестанты, чего они добиваются? Если мы говорим о Джорджи Флойде, то идет расследование, полицейский арестован, и чего вы добиваетесь в данном случае? Мы уже говорили, кстати, в нашей программе, в одной из, что я понимаю даже в 92-м году все эти волнения, когда четверо белых полицейских, которые били Родни Кинга, они были оправданы. Но в данном случае никто не оправдывает этого полицейского. Выходят десятки тысяч людей на улицы, и они протестуют. Против чего? Если мы говорим, я еще раз говорю, о системном расизме, это все подложка под совершенно другие вещи. Это повод для того, чтобы внести анархию в города, расшатать этот строй. Это то, о чем я говорил. В результате избавиться от него. Тем людям, которые сегодня выходят на улицу, и которыми управляют. И мы прекрасно знаем, что этим управляет не только фонд Сороса. Этим управляют и политики, и демократические партии. Эти люди не хотят капиталистической Америки. О чем они однозначно говорят. Их нужно просто-напросто слушать. И давайте теперь перейдем к Сиэтлу. Захват, в общем-то, я еще раз говорю, Москов, Телеграфа и так далее, в городе Сиэтл, объявление Народной Республики в городе Сиэтл. Это очень знаковая вещь. И мэру это даже нравится. Это даже подходит. Там мэр 62-летняя, которая надеется, видимо, что ее Джо Байден позовет в вице-президенты. Поэтому, когда Трамп говорит, это безобразие, то, что у вас происходит, бастующие издеваются над нами. Вы должны это прекратить. Она говорит, президент, убирайся в свой бункер, и тогда нам всем станет легче. Вот такая лексика сегодня существует. Это мэр отвечает президенту Соединенных Штатов Америки. Когда мы говорим о хамстве президента, мы, наверное, просто забываем о том, как с ним разговаривают те люди, которые сегодня облечены властью и являются представителями демократической партии. Давид, о Сиэтле? Вы не дали мне кончить, Гена. Я говорил о другом. Я говорил о реакции... Итак, Давид, о Сиэтле. Реакции эстаплишмента. Я хотел добавить о Сиэтле очень важные вещи, на мой взгляд. Кто возглавляет всю эту бакханалию, которая там творится? Некий рэпер, 30-летний, по фамилии Симон, он бегает там вокруг, значит, с автоматом Калашникова и с пистолетом на бедре и кричит мегафон. Слушайте, что он кричит? Это война. Это война. И никак иначе. Он избивает демонстрантов, которые не хотят, так сказать, так делать, как он требует от них и так далее. Кто дальше там за ним стоит? Некая Никита Оливер. Это радикальный активист и бывший кандидат в мэру Сиэтлу на минуточку. Она критический голос протестного движения. И она как бы руководит вот всей этой самой демагогией. Что она говорит? Вы послушайте. Мы должны присоединиться к глобальной борьбе, которая заявляет, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в расовом капитализме. Расовый капитализм, добавляет она, построен на патриархате превосходстве белых и классового общества. Следующая участница всего этого дела некая Шама Савант. Она член партии социалистической альтернативы. Уверяю вас, никто из нас про эту партию ничего не слышал. Она партия троцкистского толка. Но это непростая партия. Она объявила создание зоны победой против, цитирую точно, военизированной полиции, политического эстеблисмента и капиталистического государства. Именно Шаманда открыла здание муниципалитета Сиэтла, которое мэр закрыла, для протестантов, которые, естественно, тут же оккупировали это здание. Я все думаю, когда появится красный знаменок, красный стякет с изображением серпа и молота. Ну, может быть, для них это сейчас не актуально, у них другие лозунки начертаны. Но, тем не менее, я не удивлюсь, если они появятся, как преемственность, так сказать, борцов за светлое будущее человечества. И я в связи с этим вспоминаю замечательные стихи Наума Коржавина, нашего блестящего поэта, который в 1974 году эмигрировал в Соединенные Штаты через Италию. И в Риме он увидел огромную демонстрацию социалистов, коммунистов с кубачевыми знаменами и советскими стихами в Лобби серпы и молот. И родились такие стихи. Везде, хоть бейся, хоть кусайся, здесь серпы и молот, как в Москве. И это мне серпом по яйцам и молотом по голове. Вот ответ. Теперь смотрите дальше. Какие требования эти самые так называемые протестанты, я их по-другому не назову, в общем, преступники. Давайте к требованиям мы сейчас вернемся. Я хочу дать Илье слово. Я должен сказать, что здесь с одной стороны анархия, анархия, расшатывание порядка в городах, в данном случае в Сиэтле, но это еще и с другой стороны удар по президенту. Это главная цель сегодня победить демократам на выборах 3 ноября. Трамп делает ставку на жесткое пресечение беспорядков, на сильную руку. И продолжающееся волнение, получается, они выставляют его в негативном свете перед собственными избирателями. То есть, чем дольше в Сиэтле будут волнения, будет действовать вот эта народная республика, тем для Трампа хуже. А если президент потеряет терпение, если он начнет действовать в обход местных властей, то тогда вот этот замечательный мэр города Дуркан и другие демократы обвинять его в тирании, понятно, мобилизуют на этой почве своих сторонников. То есть, очень и очень такую неудобную ситуацию, позицию. Другое дело, что его сторонники продолжают его поддерживать. Я уверен, что и те, кто видят это безобразие в Сиэтле, не сторонники Трампа. По крайней мере, они, может быть, образумятся и не пойдут голосовать 3 ноября за демократическую партию, которая в немалой степени мутит нам воздух. Илья. Спасибо, Гена. И надеюсь, дайте мне высказаться. Я имею здесь меньшинство, хотя я думаю, что главные темы не дотронуты. Первое, я повторю опять, это реакция американского эстаблишмента. Когда редактор Нью-Йорк Таймса уволивается, когда редактор газеты Филадельфии уволивается, когда основатель фирмы уволивается сама себя и ее высказывают, то здесь нужно задать вопрос, это начало конца или здесь будет конец, который будет жестокий и кровополитный. Раз. Второе. Сегодня слушал по радио, я слушаю национальное радио, НПР, National Public Radio, интервьюировали Роберт Гейтса. Роберт Гейтс был и глава ЦРУ, был министр обороны и у Буша младшего, и потом у Обамы. Человек настоящий, серьезный, между прочим, специалист по Советскому Союзу. Сейчас она его спрашивает, как вы думаете, сейчас будем о всем про... Ну, там были насчет генерала, должен был ли он идти с Трампом или нет в церкви, но главное здесь идет сейчас о Байдене, и она забивает его в угол, и она говорит, как вы думаете, президент Трамп может разве он так меняемый быть еще четыре года президентом? Она ему задает вопрос, что насчет Байдена? И он говорит ей, на моей книге я писал, что я был против каждой программы, международной программы Байдена, но я думаю, что он милый и приличный человек. Вы понимаете, что она загнала его, он не мог лгать, потому что это в его книге, в мемуарах, которые вышли, но она говорит ей, но он добавляет сам от себя, чтобы его, чтобы боже упаси, его не дотянули, чтобы его не поставили, где же твоя совесть? Ты написал в своих мемуарах, что ты против каждой программы, которую предлагал Байден, а сейчас что у него осталось? Он милый и приятный человек. Да, может быть, с ним интересно пойти на рыбалку, но не более того. Но самое еще главное, почему нет ответа ни единого писка от главы демократической партии и от республиканской партии? Вы понимаете, что республиканская партия отошла в сторону от президента в эти горячие дни? И это и есть самые серьезные и центральные темы и проблемы сегодняшнего этого пожара. Я понимаю, о чем вы говорите. Я должен сказать вам, что когда республиканская партия, демократическая партия, они как-то стараются немножко отойти в сторону, лидеры, в общем-то, о чем-то говорят, но так заявлений нет однозначно. Здесь речь понятная, идет предвыборный о том, что одно неосторожное слово, и от тебя могут вернуться в какой-то сектор избирателей. То, что касается кстати вот этих компаний, ну вот допустим фитнес вот эта компания, там владелец этой компании, он в результате вообще был тренером и в 70-х годах эту компанию или в 80-х основал, сегодня она стоит 4 миллиарда долларов, и он высказался неосторожно, он покинул эту компанию, и совершенно понятно, не потому, что он поменял свои взгляды, а потому, что из этой компании начали уходить рекламодатели, они начали забирать деньги, он, понятно, что там, когда компания 4 миллиарда долларов стоит, существует совет директоров, видимо, они сели, обсудили, и сказали ему, извини, если ты будешь продолжать находиться во главе компании, то мы просто потеряем деньги, мы тогда вынуждены будем закрыться, если мы рассматриваем это как бизнес, то с точки зрения сохранения бизнеса, его успеха, уйди на пенсию, ему 61 или 62 года, он ушел на пенсию, вот такая ситуация, каждый случай нужно рассматривать по-своему, но опять-таки, мы прекрасно помним, люди в 2016 году, они даже боялись сказать, что они за Трампа, настолько было сильное давление со стороны леволиберальных кругов, настолько люди боялись на работе признаваться, я знаю массу людей, которые говорят, что нам делать на работе, я там и еще один приятель, допустим, или мой знакомый, коллега, они за Трампа, а все остальные, они смотрят на нас как на врагов, и мы должны, в общем-то, если будут все становиться на колено во время, это, кстати, полный оруэлл, да, во время обеда, то мы не знаем, что нам делать, я не стану на колено, меня могут уволить, вызвать в HR, в отдел кадров и со мной разбираться, то же самое происходило, но я это, в общем-то, как-то не особенно застал, но прекрасно мы понимаем, что происходило в сталинское время, да и в хрущевское время, и в режневское время, так что, все это повторяется, все это мы хорошо очень помним и знаем, давайте вернемся к требованиям, которые знают, что делать, и которые знают, что за ними право. Их даже не надо комментировать, потому что более чем ясно, что они говорят, причем это, видимо, наиболее детальный текст политической программы, то есть я бы назвал это программой, в кавычках, восстание Джорджа Флойда, о котором, то небезызвестный нам кандидат президента демократов, господин Байкен, сказал, что его смерть изменит многое, если не все, в Соединенных Штатах и в мире. Вот такой у нас народный герой, который будет все менять. И его смерть, так сказать, понятно. Так вот, требования, требования фантастические, но они как бы суммируют все то, о чем говорят в разных городах в той или иной форме. Итак, первое, департамент полиции Сиэтла и связанная с ним судебной системой не подлежат реформе. Мы не просим реформы, мы просим отмены, мы требуем, чтобы городсовет и мэр прекратили финансирование и упразднили департамент полиции Сиэтла. Каким бы ты, я добавляю, будет любопытный город без полиции, можно представить себе. Значит, мы требуем прекратить систему школы-тюрьма и упразднить тюрьмы для подростков. Мы требуем, чтобы федеральное правительство начало полномасштабное расследование прошлое и текущих случаев жестокости полиции. Мы требуем возмещения ущерба жертвам жестокости полиции. Понятно. Мы требуем пересмотра всех дел цветных в настоящее время отбывающих тюремное заключение за насильственные преступления. Как вам это нравится? И так далее. Дальше идет более серьезно. Там огромное количество пунктов связанных с судебными и полицейскими делами. А вот экономические требования. Может быть, еще более важных. Мы требуем установить контроль жесткий за арендной платой и, в общем-то, пойти на поводу у тех, кто не может или не хочет платить эту арендную плату. Мы требуем восстановления городского финансирования искусства и культуры. Ну, окей, ладно. Мы требуем бесплатного калаша для жителей штата Вашингтон из-за огромного влияния образования на экономический успех. То есть, то, о чем говорил Сандерс, о чем говорила Элизабет Уоррен. Бесплатное образование, бесплатная медицина и так далее. Окей. Так, значит, мы требуем децентрализованного избирательного процесса, чтобы дать гражданам Сьепа больше возможности выбирать кандидат на государственной должности. Мы требуем, чтобы больницы и медицинские учреждения нанимали чернокожих врачей, медсестер специально для оказания помощи чернокожим больным. Это не черный расизм, Гена, я хочу спросить. Мы требуем, чтобы... Расизм это так значит. Да, мы требуем, чтобы жители Сиэтла поддерживали бизнесы, приближающие чернокожим. Ваши деньги это наша сила и устойчивость. Значит, они требуют, чтобы... Ну, в общем, требуем, 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 требуем. Мы требуем, чтобы истории чернокожих коренных американцев было уделено значительно больше внимания школьных и учебных программах. Мы требуем, чтобы Сиэтл и штат Вашингтон убрали все памятники, посвященные историческим деятелям конфедерации. И я могу читать еще 20 или 30 этих пунктов. Все здесь абсолютно понятно. Это абсолютный дрейф в сторону того социализма, в котором мы в той или иной мере его, так сказать, вкусили, живя в той стране, и от него мы убежали. Откуда убежали, туда и прибежали полчаса. И еще, Гена, я займу полминуты, чтобы по поводу твоего крайне важного тезиса тоже высказать свою точку зрения. Тезис такой, как я его понял, чем хуже в стране сейчас, и чем активнее демократическое большинство в палате представителей и просто на местах мэра и так далее, демократы, поддерживают этот хаос и этого ханалию, тем тяжелее Трампу, тем у него меньше шансов, тем на него больше, так сказать, критики и так далее. Я не совсем с этим согласен. Вот почему. То, что они делают, так сказать, демократически, это понятно, тут обсуждать нечего. Но вспомним 68-й год, убийство Мартина Лютера Кинга, бунта, восстание, которое подарила полиция, именно подарила и 70 тысяч национальных гвардейцев, которых туда тогда ввели в страну. И через несколько месяцев выборы президента. Вот так совпало, как и в этом году, та же самая картина. И что вы думаете, здравомыслящая Америка, прежде всего белая Америка, подумала, почесала макушку, и для себя пыталась решить вопрос, и решила, кого мы хотим выбрать? Человека, который может отстаивать наши идеалы, интересы нации, прежде всего, бороться с разного рода, так сказать, с мутьянами и бандитами и так далее, человек, который может помирить эти лагеря и каким-то образом объединить страну, или кого-то, кто будет вот таким образом ни шатко, ни ванку управлять страной. В данном случае, когда мы говорим о том, что это все может сыграть как раз на руку Трампу, мы должны исходить из того, что это могут предположить и демократы. Вы же говорите о некоем разуме, логике и так далее. Но я наблюдаю давно уже нелогичные, неразумные действия руководителей республиканской партии. А эти требования посадить Трампа в тюрьму, а то, что мы говорим, когда мы отмечаем этот совершенно дикий процесс импичмента, не получилось ни тюрьма, ни импичмент, финансовые документы не удается взять у Трампа, значит будем сеять смуту. Может быть мы сможем таким образом расшатывая государство уйти от того, что он станет президентом. Здесь нет особой логики, нет исторического анализа. Они в панике, потому что они прекрасно понимают, что их кандидат вряд ли выиграет 3 ноября. Я неоднократно уже говорил, эти люди способны на все. Мы в истории Соединенных Штатов знаем, как убирают президента. И поэтому сейчас большая тревога по поводу самого Трампа, потому что разные методы существуют борьбы. И они уже использовали очень много методов. То, что мы сейчас наблюдаем, это, на мой взгляд, разыгрывается антироссистская карта, потому что цели совершенно другие. Но благодаря российской карте можно внести вот такую смуту. Итак, Илья, по поводу снесения памятников. Мы говорим о том, что в данном случае сносятся памятника конфедератам. Тут подливает масло вагон и демократы. Нэнси Пелоси выступила с заявлением, что она готова будет требовать снести 11 памятников конфедератам в Катудолию. Здесь идет речь о переписывании истории. Уже стало известно, что Нетфликс убирает из списка фильмов «Унесенные ветром». Это, кстати, удивительная вещь, поскольку в «Унесенных ветром» впервые афроамериканка она получила, это 1939 года фильм, я напомню вам, что она получила «Оскара». Первая негритянка, актриса, и теперь мы тоже ее как бы убрали. Я должен сказать, что давно уже разговор идет о том, что нужно какие-то книги убрать с пола, в частности Марка Твена, Гиттельбери, Финн и Том Сойер не удовлетворяют. Я представляю себе, что скоро, наверное, уже будем мы в самоздате искать эти книги, поскольку нельзя будет их купить ни в магазине, ни где-либо найти в библиотеке. Переписывание истории, уничтожение истории, что опять-таки мы прекрасно помним по Советскому Союзу. К сожалению, в данном случае история повторяется, да, как фарс, но мы прекрасно понимаем, чем это может закончиться. Илья. Спасибо, Гена. Ей-богу. Вот именно об этом я и говорю, но что сдается? Смотрите, вот то, что вы напомнили сейчас, у меня есть чудесная книга, история создания кинофильма. История создания кинофильма, где мы видим эту героиню, как она сделала. Кто требовал от фирмы, которая продает, которая продает сегодня этот кинофильм по каналам, чтобы убрать его оттуда? Кто позволил себе? Вот идет разговор о моральной вышке. И, к сожалению, американский эстаблишмент, левый, правый и центр сдаются без всего. Когда был Шарроттербельт, спросили у Кондолизы Раис, вы знаете все, кто она и что она, что она думает об этом, она сказала, нельзя санитизировать историю. Наоборот, то, что было против негров в те годы, должно остаться как показание и показательство всего этого. Как можно все это стирать? Конечно, по Орвелю, тот, кто владеет прошлым, тот владеет будущим. Вот на это они надеются. Мы находимся уже в таком мире, где этому есть мало шансов. Есть вот сейчас этот перелом, который они требуют, и, конечно, большинство, большинство граждан Соединенных Штатов чужды им все это. Более того, говоря об университетах, откуда я додавал вопрос все это? Это 30-40 лет, с чем я 50 лет интимно знаком с этим. полно выходцев из университетов, которые не нашли себе работу. Почему? Они занимаются общими тематиками, все это влияние гендеров. Они не могут найти работу. То есть интеллектуалы, интеллигенты, не интеллектуалы, которые докончили колледж, тоже маленькие интеллигенты, но они не могут и вот этот потенциал, и вот этот комплекс, и вот это его неполноценность, и что они стали ненужными людьми в американском обществе, привело к тому, что им вот зажгли этот факел и вставили в руки. И вот сейчас, к сожалению, те, которые против, большинство молчат, стыдятся и прячутся, а это не должно было быть. Давид, по поводу сноса памятника, вообще изменение истории, но я еще раз хочу сказать, я прекрасно помню, как во времена Сталина, к примеру, прекрасно, я это помню, естественно, из документов, как вырезали из фотографий тех или иных персонажей те или иные лица, я прекрасно помню уже, как в 60-е, 70-е годы, вернее, 80-е, когда возникла перестройка, как начали переименовывать города, улицы, вообще рассказывает нам, что история совсем другая, а в течение всей советской власти, в общем-то, менялась ведь постоянно история времен царизма, времен гражданской войны и так далее. Итак, Давид, я еще раз говорю, присутствует... Это понятно, но я бы, если бы я мог себе представить на минуточку, что я столкнусь с этим в Соединенных Штатах, то я бы развел просто руками. Вот как не должно было такого быть. Но это есть. Это тоже отрызка социализма и социалистического, так сказать, видения, так сказать, ситуации, реалии жизни и так далее. Какое отношение генерал Ли имел к рабам? У него не было рабов. Но тем не менее, а у Вашингтона, кажется, у Вашингтона они были. Ну и что? Это история. Для меня однозначно. Страна, государство, которое занимается памятниками и исправлением истории, копает, роет под собой огромных размеров яму, куда она рано или поздно может сверзиться. Если этот процесс не будет остановлен, посмотрите, что творится в России сейчас. Как бы американцы взглянуть бы на российскую историю, то посмотрите историю Второй мировой войны. Что они вытворяют? Учете уголовных преследования людей, у которых и мой взгляд на причины и ход Второй мировой войны. Понимаете? Какие памятники они ставят? Как они культивируют учебники для детей сейчас такие кастрированные, что они по ним толком ничего понять не могут. Что вообще за историю? Неужели мы хотим, чтобы это было в Соединенных Штатах? И я задаю себе вопрос. Есть ли у Америки иммунитет к социализму? Еще два года назад я бы сказал, я вообще в постановке вопрос такого не вижу. было окупаем в Средболу, было что-то еще. Есть у нас с промытыми мозгами студенчество, есть большебузуки, хулиганы всякого рода, которым только дай возможность покричать, поскандалить и даже может быть пограбить и так далее. Но социализм, а сейчас я так не скажу, потому что социалистические речи и лозунги звучали по телевизору постоянно в газетах от Сандерса, от Оуэра, ими бесконечно так сказать, жонглирует Акальция Кортес, наша замечательная так сказать, представительница, палат представитель, я имею в виду, извини за таптологию, я имею в виду, Нью-Йорк и так далее. У меня нет ответа, если иммунитет у Америки к социализму. И возвращаясь к Трампу, действительно у него безумное положение, ввести национальную гвардию и в течение трех часов взять за шкирку всех этих негодяев и идиотов, которые, подонков, которые образовали свою народную республику, Капитолию, как они ее назвали в этом самом, в Сиэтле, да он же скажет, да вот что, это же нарушение прав человека, его же начнут чехольцать в хвост и в гриву. И допустить это нельзя, потому что это как метастазы, они пойдут, я еще не удивлюсь, если в других городах какие-то захваты начнутся. А что творится в Европе? В Лондоне решили снести памяти к Черчиллю. И Джонсон, премьер-министр говорит, нет, я против того, чтобы всегда, у него есть какие-то российские заявления, вы что, ребята, опомнитесь, опомятуйтесь, Черчилль великий муж Англии, как смеете вы вообще говорить о том, чтобы снять память к нему? И так далее, и так далее. И это не только там. Да, я согласен с вами, я, кстати, хотел бы добавить по поводу Сиэтла, ведь тот район, который захвачен и назван Народной Республикой, в этом районе это район такой вот, по геме, там огромное количество ресторанов, кафе, каких-то развлекательных учреждений, они уже объявили, что у них нет денег. Я представляю себе несчастных владельцев вот этих кафе, ресторанов и так далее, которые вынуждены будут, видимо, их кормить. Я прекрасно помню времена упомянутого вам Occupy Wall Street. Закрывались бизнесы эти мелкие, потому что они приходили, они грабили, они уничтожали инфюреры, они занимали места в туалетах. Невозможно было справиться со всем этим, и люди уходили с этого района, поскольку мелкие бизнесы не выдерживали. Я представляю себе несчастье тех, кто имеет какие-то бизнесы в этом районе, в Сиэтле. Я бы, кстати, хотел добавить, поскольку мы говорим о солидарности, когда люди становятся на колено, мне непонятно, солидарность с чем в данном случае, но я бы хотел напомнить вам, мы только что прошли Memorial Day, да, вот в мае, конец мая, Memorial Day. Мы как-то все время говорим о том, что рабовладельцы, белые, черные, я хочу напомнить вам, Memorial Day, он как раз и был создан в память о погибших в гражданской войне. Книги, о которой я уже говорил в моей книге, я там в свое время, она была написана лет 25 назад, я удивлялся тому, насколько Америка, Великая Америка, она смогла забыть эту разницу между южанами и северянами и простить, простить обе стороны, чего не произошло, на мой взгляд, и до сих пор в России. Гражданская война в России, это война между красными и белыми, и, по-моему, памятника красным и белым одного не существует в России до сих пор. Так вот, я вам напомню, в связи с Memorial Day, может быть, наши телезрители этого не знают, этот день, назывался Decoration Day, поскольку еще в годы гражданской войны с 1861 по 1865 женщины начали как-то заботиться о могилах, класть туда венки, ставить какие-то ограды и так далее. И женщины города Чарльстон, это Южная Каролина, они выступили с заявлением, не существует южан и сибирян. Все это наши отцы, наши мужья и наши братья. Для нас это все американцы, и нам все равно, за кого они сражались, они погибли за нашу родину, за Соединенные Штаты Америки. В то время уже Соединенные Штаты Америки существовали, 1776 года. Таким образом, это очень важная вещь. Они поставили стеллу, на которой было написано нет южан и северян, все это американцы, и с 1868 года на Арлендтонском кладбище впервые прошла церемония погибшим в годы гражданской войны в Соединенных Штатах. 20 тысяч человек похоронены на Арлендтонском кладбище, жертвы гражданской войны. И в 1868 году честовали 5 тысяч похороненных. Это были и южане, и северяне. Так что мы теперь Мемориал Дэй должны отменить? Мы теперь должны выкапывать прах на Арлендтонском кладбище и на других кладбищах, потому что нас что-то не устраивает переписывать историю, мы ее хотим уничтожить. Мы же дойдем здесь до такого маразма, когда в этой стране ни белым, ни черным жить будет невозможно. Илья, в этой связи 11 штат Илья, пожалуйста. ради Бога, ну, смотрите, вот то, что мы говорим и даже глубже намного, почему они требуют что-то совершенно несущественное, якобы, а именно переименовать 10-11 военных баз Соединенных Штатов. Почему? Почему они это делают, когда там в армии большинство черно-афроамериканцев? Почему? Потому что они видят Америку как зло. Она должна перестать быть державой и тогда все в мире станет на свое правильное место. Они вот в чем. Здесь прямо то же самое. И вот это надо поставить два-три предложения и все будет внятно и понятно. Кто они, что они. И, конечно, если бы я был не царем, а Трампом, конечно, нужно пустить туда ночью спокойно войдут нацгвардии и очистят этот квартал. Потому что их следующее требование захватить тот полицейский участок, куда звонят 9-11, когда есть что-нибудь. Если они захватят это, вот тогда по вашей формуле почти точно как захватить главку штанг и перерезать мосты. Илья, это не моя формула, это ленинская формула. Да, я, 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 потому что мы сегодня говорим о России и Советском Союзе, как будто они чем-то нам важны здесь. Надо понять Америку без знания не единой йоты о России. Ну, как мы можем говорить, не говорить о России, когда опять-таки российский здесь не учитывается, а на самом деле это серьезное доказательство того, что сегодняшние требования в Соединенных Штатах Америки могут привести ко всем бедам, которые получила Россия в своей истории 20 века. Вот почему мы об этом говорим. Я, кстати, должен добавить, что здесь мы ведь говорим только о внутреннем враге, и основатель англоязычной литературы, известный поэт из Кентерберри Чосер, он сказал, что хуже чумы внутренний враг. Но мы сейчас говорим о внутренней ситуации, а на самом деле я абсолютно в этом уверен, и к сожалению существует немало фактов, что в Китае сегодня сидят и потирают руки, и сегодня из Китая немало идет финансов для того, чтобы эту ситуацию поддерживать, поскольку когда рухнут Соединенные Штаты, тогда единственной главной державой в мире останется Китай. Так что мы еще не понимаем, вернее мы понимаем, но те, кто воюет сегодня на улицах, наверное, не до конца понимают, что они еще работают, или на нашего внешнего врага. Они желают это. Им чем хуже, тем лучше, понимаешь? А я хочу оттолкнуться от фразы нашего замечательного мэра, в кавычках, Деблазио, который, вот это должен, как оценить его, социалистически или нет, а он управляет городом, крупнейшим в мире. Деблазио сказал, в нашей стране полно денег, но они не в тех руках. Разве это не ответ дальше будет? Грабь награблено, меняй все и вся. Если это говорит представитель демократической партии, мэр, глава крупнейшего города мира, то о чем мы говорим дальше. И если руководит мы говорим дальше, к сожалению, время подошло к концу, мы дальше говорим о том, что сегодня речь идет об Америке. Будет она существовать такой, какой мы ее любим, не знаем, или же она будет писать попутку вот этих всех вопросов, и она изменится, изменится коренным образом, а это беды, и поэтому мы сравниваем это с Россией. Россия прекрасно знает, и мы это помним, что произошло в 17-м году. В 2020-м пытаются сделать то же самое. Еще раз я говорю, не только разрушить страну, но еще и потрафить нашим врагам, нашим, в общем-то, соперникам на мировом рынке. Друзья, время подошло к концу, Илья, большое спасибо за участие в программе. Дороги, господа, также благодарю вас за ваше внимание, всего доброго, до встречи в эфире. До свидания. Спасибо всем.